Я всех вас рад приветствовать на этом семинаре. Как я уже сказал, вот этот новый курс, который у нас появился, и который, я думаю, где-то в конце этого месяца, перед Новым годом, наверное, даже стартует. Ну, еще раз, зовут меня Захаров Николай Михайлович, я преподаватель Центра компьютерного обучения уже очень много-много лет. Вообще в Центре компьютерного обучения я занимаюсь в первую очередь направлением, которое называется «Настройка и ремонт компьютеров. Специалист Хеллдеск». Здесь достаточно большое количество курсов, я думаю, что многие из вас, в общем-то, знают, что это за направление, и если не очень хорошо известно, можно всегда зайти на сайт «Специалист.ру» и посмотреть, там слева будет буквально наше направление, отдельной ссылочкой обозначено. Много курсов, ну, достаточно большое количество курсов, и там же был курс, в смысле, не был, курс есть, который называется, но давайте коротко скажу, «Введение в сети», «Введение в сетевые технологии». Курс совсем-совсем небольшой, 16 академических часов. Курс предназначен для тех слушателей, которые собираются у нас в Центре повышать свою квалификацию и заниматься действительно сетевыми технологиями, любыми сетевыми технологиями, администрирование, защита, управление, межсетевое взаимодействие и так далее, и так далее. Ну и вот на этом коротеньком 16-часовом курсе, в общем-то, совсем времени уделяется сетевой безопасности. Поэтому мы решили вот как бы в дополнение к тому курсу опять-таки основой введения создать вот этот курс, который так и назвали, собственно, «Введение в сетевую безопасность». Вот об этом курсе мы с вами сейчас немножечко и поговорим. Новый курс «Введение в сетевую безопасность». Ну, совсем-совсем коротко. Ну, в общем-то, вещи совершенно понятные. Мы все с вами сейчас пользователи компьютера. Мы все с вами пользователи компьютера. Персональный компьютер стал, по сути, таким инструментом, который всем, без которым нам вообще сложно сейчас представить свою жизнь. Персональный компьютер – это инструмент, который работает с информацией. Ну, давайте согласимся, что ничего дороже информации не бывает сейчас в современном мире. Если у нас испортится компьютер, мы его купим. Новый, в конце концов, угоревает немножечко. А вот если мы потеряем информацию, иногда такие потери, в общем-то, становятся невосполнимыми. Поэтому безопасность информации – это очень-очень важная тематика, которую каждому пользователю компьютера, но надо хотя бы немножечко знать и представлять. Так вот, наш, собственно, курс и предназначен для того, чтобы мы такие самые-самые общие представления, общие понятия о том, что такое сетевая безопасность получили. И, в общем-то, этот курс мы будем советовать для кого? Для кого мы будем советовать этот курс? Ну, вообще говоря, для тех слушателей, которые пойдут развиваться в этой области, пойдут заниматься администрированием компьютерных сетей, пойдут заниматься сетевой безопасностью и так далее. Ну и в то же время любому пользователю компьютера, в общем-то, иметь представление о том, что это такое, тоже было бы неплохо. Поэтому посетить этот небольшой, ну, говорю, короткий, восьмичасовой курс, в общем-то, мы советуем всем, даже обычным пользователям. И для дома хозяек тоже, потому что о чем будем говорить? Будем говорить, в первую очередь, о терминологии, о основополагающих понятиях, связанных с сетевой безопасностью. Вообще, что такое безопасность? На чем все это базируется? Три кита. Что такое сетевая безопасность? Конфиденциальность, целостность, доступность. Как обеспечить? Самыми, может быть, даже простыми какими-то методами, как вот вы сказали, для домохозяев. Вот эти три основные составные части безопасности. То есть, что такое конфиденциальность, целостность, доступность, методы обеспечения именно вот этих вот, то есть, безопасности. Будем знакомиться с основными методами, связанными. Ну, давайте так, я, может быть, немножечко тороплюсь. Вот есть у нас компьютер, да, компьютер, технические средства. Может выйти из строя, может выйти из строя, но вот физической безопасностью, то есть, защита от перенапряжения, от пожаров и так далее, вот этим мы на этом курсе заниматься не будем. Физическая безопасность – это тоже очень важная вещь. Кража компьютера, утеря его и так далее. Но вот этим мы на этом восьмичасовом курсе заниматься не будем. Дальше, вот есть компьютер. Что? Есть операционная система, установленная на него. И есть какие-то данные, которые мы храним. Данные надо защищать. Причем, кроме данных, там еще есть, естественно, программное обеспечение. Программное обеспечение может быть подвергнуто какому-то вредоносному воздействию, какой-то вредоносный, ну, вирус какой-то мы можем подхватить. От вирусов надо защищаться. Ну, хорошо, мы все знаем, вот сейчас установим какой-то антивирус хороший. Так, хорошо, установим антивирус, защитим программное обеспечение, защитим данные. А дальше нам надо еще подумать о том, что наш компьютер может оказаться, ну, по какой-то причине, без нашего внимания, не в наших руках. И, соответственно, в него может проникнуть, посмотреть, что у нас там хранится, какой-то, ну, посторонече, давайте не буду сразу говорить, целомышленно. Этичный хакинг. Про этичный хакинг не надо сейчас. Да. От этичного хакинга спрятаться будет вообще, говоря, нам с вами на нашем уровне знаний, будет гораздо очень-очень сложно. Нет, я имею в виду, что надо защитить доступ к нашему компьютеру. А это, соответственно, вопросы, связанные с аутентификацией, авторизацией и так далее. Об этом тоже поговорим на нашем курсе обязательно. Посмотрим, какие основные опасности, какие основные, ну, действительно, опасности, угрозы существуют для компьютерной безопасности. Какие существуют угрозы? Какие способы атаковать наш компьютер? То есть использовать вот эти самые уязвимости для того, чтобы нарушить безопасность, нарушить конфиденциальность, целостность и доступность информации. Вот этим будем мы, собственно, с вами заниматься на этом курсе. Если вы хотите поподробнее, я сейчас не буду эту программу, этого курса целиком высвечивать на экране здесь. Вы можете... Сейчас один момент, я даже посмотрю у себя. Вот, посмотрите, вот по такой вот ссылочке тоже можно пройти к нам в центр. Или прийти к нам на сайт и в строке поиска поискать, то есть ввести ссылочку в сети без. Вы, собственно, на программу этого курса и попадете. И там можно будет поподробнее со всеми этими делами познакомиться. А? В личном кабинете. В личном кабинете, пожалуйста. Можно будет с этим тоже поподробнее познакомиться. Просто сейчас, ну, наверное, не очень, не хотелось бы действительно вот эту программу развивать и рассказывать о ней. На сайте вы об этом информацию поручите. Ну, давайте так скажем, что я вас вот немножечко познакомил. Я вас немножечко познакомил с тем курсом, который у нас новый появился, и с теми задачами, которые, собственно, решаются на этом курсе. К нам продолжают подключаться слушатели, это хорошо, значит, нас становится все больше и больше. Ну, вот, собственно, здесь показано, для чего этот курс. Это продолжение курса «Основы сетей», некоторое его развитие с точки зрения безопасности. И этот курс советуем любому специалисту, который будет заниматься сетевыми технологиями, ну, и в первую очередь, естественно, тем специалистам, которые... Тем пока еще не, наверное, специалистам, а тем, кто собирается стать специалистами в области сетевой безопасности. Чтобы на этих курсах, серьезных, связанных с безопасностью, которые вам будет считать замечательные специалисты, специалистов, таких очень мало, по фамилии Клевогин. Вот чтобы у Клевогина было проще заниматься, чтобы какие-то азы он вам уже не объяснял, а занимался какими-то более серьезными вещами. Ну, и немножечко, как я говорил, давайте мы... Ну, вот такой маленький-маленький кусочек, собственно, этого курса мы с вами посмотрим. Немножечко поговорим о том, а что такое VPN. Виртуальные частные сети. А что такое VPN? У меня в другой презентаршечке. Это другая презентаршечка, ее вот на Яндекс.Диске вы и ту, и другую презентаршечку сможете себе скачать. Ну, я думаю, что многие из вас знают, что такое VPN. Но, тем не менее, давайте немножечко поговорим. И как, собственно, для чего... Для чего мы, в первую очередь, пользователи, пока еще рядовые пользователи компьютера, VPN можем использовать. Это мы уже все едем. Виртуальная частная сеть. У нас у всех персональные компьютеры. У нас персональные компьютеры дома. У нас персональные компьютеры на работе. У нас персональные компьютеры везде, где только мы не бываем по нашей жизни. И в кафе, и в магазине, и в аэропорте, и на вокзале, и так далее. И, как мы с вами уже говорили, мы постоянно связываемся и общаемся с друзьями, с сотрудниками по работе и так далее. То есть мы используем компьютерные сети. Для чего нужен VPN и что такое виртуальная частная сеть? Итак, виртуальная частная сеть предназначена для безопасного обмена данными через сети общего назначения, через публичные сети. Публичная сеть это что? Это интернет. Кто будет заботиться о безопасности информации в интернете? Никто. Мы с вами должны об этом позаботиться. Так вот, виртуальная частная сеть это возможность общения пользователей, которые входят, я не знаю, в состав каких-то частных сетей, организованных на предприятии. Частная сеть у нас дома, между собой, через приватные открытые сети, то есть через интернет. Для чего нужен этот сервис? Ну, вообще говоря, много у него сторон для его применения. Вот несколько самых важных. Можно объединить в единую защищенную, подчеркиваю, защищенную сеть, сети различных филиалов какой-то организации. У нас есть несколько филиалов, разбросанных на большие расстояния друг относительно друга, для того, чтобы сотрудники, работающие в одном филиале, или же которые используют какую-то частную, фирменную, корпоративную сеть, связывались с сотрудниками другого филиала, или же главного офиса, при этом чувствовали себя так, как будто они вот сейчас физически находятся вот в этом вот, в головном офисе. Имея возможности работать с информацией, с техническими средствами, там, не знаю, с принтерами, сканерами и так далее, создается вот такой вот, так называемый, туннель. Туннель — это, по сути, можно представить себе, как кабель, протянутый от маршрутизатора, пограничного маршрутизатора напрямую в соединение, как кабель, протянутый от пограничного маршрутизатора этого офиса к этому офису. Как будто бы кабель, но все это, естественно, проходит через что? Через общедоступные, через публичные сети, через интернет. Соединение сеть-сеть. Ну, это, наверное, вот у нас с вами обычных пока еще рядовых пользователей, такое соединение, ну, пока еще мало, наверное, будет интересовать. Использование для создания защищенного канала, для того, чтобы сотрудник, мобильный сотрудник, мог связываться с центральным офисом или же филиалами, и опять-таки так, как будто он сейчас физически находится вот на своем рабочем месте, где-то на фирме. Как будто от сети этой фирмы к нему протянут отдельный кабель, и он является полноправным участником, полноправным участником со всеми возможностями, предоставляемыми этими сетями. Причем, если здесь же реализовано, посмотрите, вот это вот первое, первый пример использования, когда частные сети друг с другом связываются. Соответственно, вот этот мобильный сотрудник может работать с любыми сетями, входящими в состав вот его корпоративной сети. Удаленный офис, центральный офис и так далее. Как я уже сказал, между пользователем и сетевыми ресурсами создается специальный виртуальный канал связи. Еще раз, вот точно это напоминает, что кабель, протянутый напрямую от сети предприятия, вот к этому, к мобильному клиенту. Как я уже говорил, собственно, уже все офисные ресурсы становятся доступными вот этому мобильному клиенту. Причем, вот этот канал, это соединение, это защищенное соединение. Защищенное соединение, это значит, что здесь можно использовать различные механизмы криптографические, связанные с шифрованием информации, механизмы, связанные с аутентификацией и так далее. То есть, все основные способы защиты от несанкционированного доступа к информации в этом защищенном канале могут быть реализованы. У нас с вами обычных пользователей. Но тоже существует как бы несколько таких предпосылок для использования виртуальных частных сетей. Защита данных, передаваемых по сети. Значит, коллеги, мы с вами работаем с интернетом, мы используем... Кого для доступа в интернет? Мы используем сервис-провайдеры. Весь трафик от нашего компьютера, куда бы мы ни подключались, чтобы мы, какие бы ресурсы интернета мы с вами не использовали, весь трафик доступен, ну уж по крайней мере, не обязательно злоумышленнику, но провайдеру точно совершенно... От провайдера информацию не скроете. Провайдер точно совершенно знает, на какие сайты вы ходите, какую информацию вы там получаете, весь круг интересов и так далее. Если ему очень сильно захочется, он у вас знает все. И вообще говоря, вот как-то скрыть, зашифровать информацию, которая проходит через провайдера, очень и очень проблематично. Так как он предоставляет вам доступ, то, собственно, он диктует условия, а мы эти условия должны выполнять. Так вот, VPN-туннель, VPN-канал, VPN-сеть может скрыть информацию от даже провайдера. Значит, смотрите, что происходит. Когда создается вот этот VPN-туннель, VPN-канал, VPN-сеть, тот трафик, который вы используете для работы в интернет, упаковывается вот в этот самый канал. Как бы он обкладывается теми данными, теми адресами, которые используются для подключения к VPN-серверу, так называемому. Ваш пакет, давайте называть вещи своими именами, в котором есть адрес отправителя, ваш адрес получателя, то есть тот адрес, куда вы подключаетесь, упаковывается в специальный пакет, где будет в качестве адреса получателя представлен вот этот вот адрес VPN-сервера, к которому вы подключаете. И, соответственно, так как информация, которая упаковывается в такой пакет, в такой канал, может быть зашифрована, то уже даже провайдер видит, он видит, к какому VPN-серверу вы подключаетесь, но он не видит, для чего вы туда идете, что вы будете посещать и так далее. Ну, мы защищаемся с вами от провайдера, тем более, естественно, в этом случае мы с вами защищаемся и от каких-то злоумышленников, которые могут получить доступ к нашему трафику. Будем мы с вами говорить на курсе, как, собственно, злоумышленник может получить доступ к информации, какие атаки он будет проводить и, соответственно, защититься и от него. Деоблокировки. Ну, вот это очень востребованная вещь. Мы с вами знаем прекрасно, что в инициативе, как здесь написано, правительство или же какие-то специальные фирменные ограничения могут быть на то, что мы с вами не можем посещать какие-то там специальные сайты. Так вот, геоблокировки VPN-канал тоже может преодолевать. Значит, мы с вами связываемся с незаблокированным VPN-сервером, а уже дальше от имени этого VPN-сервера, а VPN-сервер-то, собственно, находится где? Вовсе даже, может быть, не в том регионе, для которого эта блокировка настроена. Соответственно, через этот VPN-сервер мы можем посещать соответствующие сайты, соответствующие ресурсы. Про анонимность, собственно, я уже почти рассказал. Простой и надежный способ анонимного конфиденциального просмотра, потому что, как я уже сказал, весь наш трафик шифруется, упаковывается в специальный туннель, в специальный канал, и провайдер видит только, собственно, информацию об этом туннеле, об этом канале, и он не видит, что туда зашифровано, что в этот пакет специальный положил пользователь. Анонимность тоже обеспечивается. Как все это работает? Ну, в общем-то, я уже фактически рассказал, как работает. Необходимо настроить VPN-сервер. Значит, VPN-сервера, коллеги, мы с вами настраивать не будем. Ни сегодня, ни на курсе восьмичасовом. Это уже, соответственно, другие курсы. Это другие курсы, это более серьезные курсы. Ну, курсы по администрированию, например, операционной системы Windows 2016 сервер. Пожалуйста, там есть специальное занятие, специальная часть этого курса, который, используя средства вот этих операционной системы, позволяет настраивать VPN-сервер. VPN-сервер, который будет обслуживаться на какую-то организацию и так далее. У нас на нашем персональном компьютере устанавливается специальное клиентское программное обеспечение. Ну, понятно, работа в сети – это всегда архитектура, клиент-сервер. И мы с вами подключаемся вот к этому VPN-серверу через специальный так называемый VPN-канал или же VPN-туннель, вся информация, в котором шифруется и так далее. VPN-серверы. Ну, в качестве VPN-серверов может выступать фактически любая современная серверная операционная система. Существуют устройства, физические устройства, маршрутизаторы, которые имеют встроенное программное обеспечение, чтобы он не только занимался маршрутизацией, но еще и мог выступать в качестве VPN-сервера. Пожалуйста, у фирмы Cisco существует целая серия таких маршрутизаторов, которые могут использоваться в качестве VPN-серверов. Ну, и фактически любая современная пользовательская операционная система имеет встроенное программное обеспечение, чтобы выступать в качестве VPN-клиентов. И Windows, и Mac, и Linux, и Android, и iOS. Фактически любая современная система может обеспечивать работу компьютера под ее управление в качестве VPN-клиента. Для того, чтобы обеспечивать работу вот этого самого VPN-туннеля, используются специальные протоколы. Коллеги, ну мы с вами сейчас не будем подробно беседовать об этих протоколах, потому что их достаточно много. Но, тем не менее, вот несколько таких самых-самых распространенных. Самый, наверное, первый, ну, по крайней мере, очень-очень давно появившийся протокол называется ППТП, Point-to-Point Tunneling Protocol. Он поддерживается фактически любыми операционными системами. Есть, ну, есть такая особенность. Вот напрямую в ППТП шифрование как бы не используется. Как бы шифрования нет, но мы с вами говорили, шифрование – это способ защиты. Но, тем не менее, вот в современных операционных системах можно к ППТП подключить некоторое специальное программное обеспечение, которое все-таки будет шифровать этот трафик. То, что он взломан Агентством национальной безопасности – это понятно совершенно. Агентство национальной безопасности США приложило руку фактически ко всем протоколам, и от их специалистов, в общем-то, спрятаться достаточно сложно. Ну, да, он взломан, и никто этого не скрывает. Л-2ТП протокол. Л-2ТП протокол такой более новый, канальный протокол туннельного уровня. Туннельный протокол, извините, канального уровня. Почему два? Потому что канальный уровень, если мы с вами сейчас вспомним семиуровневую модель оси, это второй уровень. Второй уровень модели. Ну, он считается более защищенным, и опять-таки, вот у него, как такового у этого протокола, нет возможностей шифрования. Но этот протокол очень часто используется с целым набором интернет-протоколов security, которые называются IPC. То есть мы, настраивая панель, подключаясь к какому-то веб-плэн-серверу, можем указать, что мы будем работать на базе вот этого протокола, причем не просто L2TP, а еще и совместно с ним использовать вот эту самую секьюрность. Ну, плюсы и минусы, коллеги, сами, пожалуйста, посмотрите. ССТП-протокол разработан компанией Microsoft. Ну, раз Microsoft делала, значит, понятно, все майкрософтовские операционные системы этот протокол поддерживают. Пожалуйста. Плюсы, минусы существуют. Главный минус, но это майкрософтовское произведение, поэтому, собственно, реализуется в основном только в майкрософтовских операционных системах. Еще один туннельный протокол, который майкрософт разрабатывала вместе с фирмой ЦИСКО. Всем хорош. Но, опять-таки, раз ЦИСКО и майкрософт, значит, это проприетарный протокол, значит, исходный код не открыт. А вот это, наверное, сейчас самый широко распространенный протокол. Почему самый широко распространенный? Потому что это открытый протокол, полностью вся информация о нем есть. Этот протокол открыт, соответственно, он доступен всем, и при появлении каких-то новых технологий в него можно вносить какие-то изменения и так далее. Открытый исходный код. Можно адаптировать, как вот здесь написано, к новым опасностям, к новым угрозам, которые появляются в сети. Ну, минус пока вот один существует. Он хорошо поддерживается операционными системами, работающими на персональном компьютере, но не очень хорошо пока себя ведет на всевозможных там смартфонах и так далее, вот этих переносных устройствах. Я уже вам сказал, да, что в любой фактически современной операционной системе есть программное обеспечение, которое может эту операционную систему, по сути, использовать в качестве VPN-клиента. Я сейчас вам покажу, как этот VPN-клиент настраивается. При этом существует огромное количество сервисов, предлагаемых нам в интернете, как платных, так и бесплатных, которые эту технологию тоже предлагают использовать. Ну, вот в качестве примера. В качестве примера, вот посмотрите, запустится, нет, запустился. 10 лучших VPN, коллеги, насколько это лучше или хуже, это мы всегда с вами можем обсуждать и смотреть, но тем не менее. Читаем, анализируем, смотрим, сколько с нас существуют сервисы платные, существуют сервисы бесплатные, сколько с нас возьмут денег, надо ли нам это или не надо, плюсы-минусы, любые здесь указаны. Использование вот этих сервисов, оно что предполагает? Оно предполагает, что вы установите вот эту вот клиентскую программу, специальную, разработанную фирмой, обеспечивающей вам этот сервис, и эта клиентская программа будет подключаться к VPN-серверу этой фирмы. То есть вы здесь не используете вот того самого встроенного в операционную систему клиента, о котором я вам хочу немножечко рассказать. Повторяю, в интернете таких вот ссылок, огромное количество, вы можете там набрать где-нибудь в поисковике, VPN-сервис или VPN-сервер, и вы таких ссылок увидите огромное-огромное количество. Как я уже сказал, платные и бесплатные. Платные, естественно, надо платить деньги, бесплатный сервис хорошо, но теперь только надо подумать вот о чем. А с чего это вдруг он бесплатно. И какую информацию о вас тот, кто предоставляет вам этот бесплатный сервис, может собирать, куда передавать и так далее, и так далее. То есть это всегда требует определенной оценки, определенного раздумья, нужно или не нужно, и каким сервисом воспользоваться. Ну и вот все это, грубо говоря, вы можете проанализировать, но я, тем не менее, хочу вам вот в качестве такого небольшого примера показать, как в современной операционной системе Windows можно настроить вот такое программное обеспечение VPN-клиента. Давайте я презентаршеку сейчас эту уберу, и поработаем с вами уже непосредственно. И эту презентаршечку уберу. И поработаем с вами уже непосредственно в операционной системе. Значит, я сейчас что делаю? Я сейчас открываю окно. По сути, параметров операционной системы. Вы знаете, как это делается, да? Вот сюда щелкните. Вот вам, пожалуйста, параметры. И в параметрах этой системы операционной я иду на... По ссылочке «Сети и интернет» и прихожу вот сюда. Посмотрите, здесь есть сразу ссылочка, которая так и называется «VPN». Добавить VPN-подключение. Коллеги, прежде чем добавлять VPN-подключение, ну, мы, собственно, должны с вами получить информацию о тех параметрах, которые мы должны ввести, чтобы к какому-то конкретному VPN-серверу подключиться. Вот посмотрите, пожалуйста, у меня здесь есть... Сейчас, один буквально момент. Вот у меня есть такое, знаете, достаточно большое количество различных ссылочек. Сейчас я вам покажу. Бесплатные VPN-серверы. Как я получил эту информацию? А вот так, как я вам рассказывал. Зашел в интернет, в Яндекс, по-моему, и так и набрал запрос. Бесплатные VPN-серверы. И я получил вот какие-то ссылки. Их было гораздо больше. Просто некоторые из этих ссылочек я вот сюда в этот документик скопировал, чтобы показать, как настраивается соответствующее подключение. Ну, давайте любое вот из тех, которые сейчас тут есть. Это его название. Будет использоваться Point-to-Paint, Point-to-Maring-протокол. И вот это вот адрес, собственно, того VPN-сервера, которым я собираюсь воспользоваться. Я его скопирую. Я его скопирую, чтобы просто не писать. Это здесь. Поставщик услуг VPN. Какой клиент встроенный в операционную систему Windows? Здесь все очень просто. Открывается вот этот список, и вы в этом списке ничего, кроме встроенного Windows, пока не увидите. Его мы и выбрали. Имя подключения. Ну, это всего лишь навсего какое-то имя, которое я хочу присвоить вот этому подключению. Давайте я вот так поступлю. Вот у меня. Free, WPTP, VPN-сервис из Канады. Ну, пусть вот так я его и назову. Почему бы нет? Это всего лишь ими. Пусть вот так красиво, длинно называется. Ну, а дальше вот тот самый адрес VPN-сервера, который я хочу использовать для такого подключения. Копирую. Вставить. Тип VPN. Вот что значит тип VPN? Здесь вы можете указать конкретный VPN-протокол, которым вы будете использоваться. Автоматически, вообще говоря, это очень хороший выбор, потому что при подключении вот все эти протоколы могут использоваться последовательно, могут опробоваться. Попробуется ППTP, если подключение не устанавливается дальше, там, L2TP и так далее. То есть автоматический выбор – это в первую очередь тогда, когда я четко не знаю, не очень хорошо представляю, какой конкретно протокол туннелирования используется на этом сервере. Автоматический выбор оставили. Тип данных. Тип данных – это как, собственно, меня будут аутентифицировать на этом сервере. Проверку подлинности, как будут осуществлять. Здесь можно выбирать разные способы аутентификации. Ну, я собираюсь, например, аутентифицироваться самым хорошо известным нам способом. Это вот имя пользователя и соответствующего пароля. Причем вот здесь вот информация мне предоставлена, как я должен представиться в VPN-сервере и какой пароль я должен использовать. Меня должны звать, называть имя мое, логин. Должен быть free. Ну, а пароль там был совсем-совсем простой. 1, 2, 3, 4. И дальше я щелкаю кнопочку 40-кратный. У меня появилось соответствующий VPN-подключение. А дальше для того, чтобы подключиться, я вот сюда щелкаю. Подключиться. Дополнительные параметры – это то, что мы с вами сейчас настраивали, можно каким-то образом изменить. Ну, и удалить, если я больше этим VPN-подключением пользоваться не собираюсь. Может быть, какой-то другой VPN-сервис собираюсь использовать. Вот так, коллеги, все это происходит. Теперь, ну, давайте, чтобы все-таки на практике было немножечко поинтереснее. Давайте я вам еще что-нибудь покажу. Ну, только тогда мне придется настроить другой VPN-сервер. Давайте я сделаю так. Значит, я сейчас это удалю. И, и. Я остановил запись нашего с вами вебинара. Я сейчас просто буду делать некоторые такие, скажем, не совсем, может быть, этичные вещи, но записывать этот вебинар. Ну, с другой стороны, мы все это делаем, поэтому чего же тут душой-то кривить. Все равно мы все это делаем. Просто такой хороший, очень показательный пример. Ну, пока я это сверну. Значит, пример, на чем сейчас я буду основывать. Ну, коллеги, наверное, все мы знаем, что такое рутрекер. Или пока еще не знаем. Я думаю, большинство из нас знает, что такое рутрекер. Вот потому, собственно, я уж, извините, и остановил запись. Потому что мы сейчас будем, ну, так скажем, ну, не совсем, может быть, законные даже вещи осуществить. Иду на сайт рутрекер. Обожди весь к ресурсу, который заблокирован, согласно федерации. Ну, понятное дело, понятное дело, заблокированный, собственно, тут не поскоришь с ними. Давайте попробуем воспользоваться VPN-сервисом, чтобы эту блокировочку обойти. Значит, вот у меня есть здесь некоторые данные. Коллеги, я эти данные буквально вчера в интернете нашел. Вот такой вот замечательный есть сайт. Вы можете на него сходить. Ну, собственно, все, что я вам сейчас буду показывать, вот здесь вот расписано. Посмотрите, есть какой-то открытый VPN в России. В Канаде он пока сейчас, как здесь написано, не востребован. То есть не используется, его почему-то остановили. А в Швеции существует. И все для того, чтобы подключиться к такому серверу. Вот эта информация вся тут есть. Только имейте в виду, вот этот пароль, вот этот пароль, он меняется фактически каждый суток. Тот, который я вчера вечером опробовал, сегодня здесь мне уже не подошел. Ну, я, собственно, и другой пароль тоже скопировал. Ну, так вот. Давайте я все это закрою. Настраиваем новое VPN-подключение. Буду пользоваться вот этим российским VPN-сервисом. Имя хоста. Копируем. Мы с вами это все делать умеем. Я удалил. И поставщик услуг у нас кто? Windows встроенный. Имя подключения любое. Я сейчас просто, ну вот так вот, из имени хоста давайте создам имя подключения. Адрес сервера. Вот он. Тип VPN автоматически. Использовать для аутентификации. Пользовать имя пользователя и пароль. Давайте посмотрим, какое имя пользователя и какой пароль нам предлагаются здесь ввести. Ну, здесь вообще говоря, когда вот мы на этом сайте были, нам было сказано, что имя пользователя должно быть. Это шведский, извините. Вот я сейчас российским пользуюсь. Имя пользователя должно быть вот таким. Это, знаете, это прям кусочек вот этого адреса. А пароль должен быть вот самый-самый свежий. Вот такой. Сейчас мы все это опробуем. Как раз не успели ли они его с тех пор, когда я этот пароль оттуда взял. Не успели ли они его уже поменять. Так. Значит, соответственно, имя пользователя. Копирую. Пароль тоже, собственно, можно скопировать. Давайте скопируем пароль. Вот так и здесь. Вот так все это у меня сработает. Ну и сохранить. Вот у меня появилось новое ввп-включение. Давайте попробуем подключить. Нас напускали на root 3.5. Давайте посмотрим, что будет теперь. Все. Все. Теперь. Коллеги, ну вы уж извините, пожалуйста, просто такой самый-самый простой сейчас для меня был пример, чтобы вам показать. Здорово. Здорово. Но вот что, пожалуйста, имейте вид, что многие современные браузеры имеют встроенную вот такую вот VPN-поддержку. Посмотрите, последний вариант или же последней версии браузера Opera. щелкаете одну кнопочку и в опера есть встроенные vpn или же пожалуйста существуют плагины которые устанавливаются в современные браузеры и эти плагины позволяет пользоваться vpn сейчас я вам покажу такой плагин ну скажите мне ну вообще у каждого браузера такие плагины есть эти сейчас это закрою наверно один из самых-самых широко использующихся браузеров это хром угол хром посмотрите есть вот такой плагин который называется браузер вот я его установим сейчас у меня нет никакой vpn защиты ну давайте но тот же самый пример тот же самый пример народ рейдер пойду до это сейчас будет не совсем это сейчас будет не совсем показательно мне же надо этот сервис отключиться иначе через него попадут запустил не только браузер извините chrome ну трекер . орг должны долго-долго ждем а коллеги вот посмотрите почему пустили потому что вот этот плагин который называется браузер и этот плагин включен мне когда надо например вот по каким-то таким мол давайте я буду использовать слово запрещенный да после причинным сайтом походите его включи а когда мне этого не надо его выключаю вот здесь вов теперь я нару трекер я думаю уже не пустит да то есть браузеры можно использовать вот этот самый vpn но не настраивая специально вот эти вот vpn подключение подключение к соответствующим сервером есть такие специальные плагины но вот и его не принадлежит уже там встроенная функция а этот плагин который называется браузер можно установить по сути любой браузер его можно установить и в экшмайк ресурсовский и в яндекс его можно установить браузере видите в хром браузере пожалуйста пожалуйста всем этим мы с вами тоже можем кто самый современный это плагин она устанавливается фактически в любой браузер я вам не могу сказать начиная с какой есть у вас вдруг браузер перестанет работать все дело в том что как бы браузер так у меня например периодически обновляется и вообще я слежу за этими обновлениями коллеги это одно из основных условий обеспечения безопасности вашего компьютера обновление установка обновлений для того программного обеспечения которым вы пользуетесь потому что обновление это в первую очередь латание дыр латание тех самых возможностей уязвимостей которые возникают у нас и в программном обеспечении в прикладных программах и в операционных системах тех самых уязвимостей которые и будут использовать для так всевозможное вредоносное программное обеспечение поэтому в любом случае все это надо устанавливать поэтому сказать вам вот с какой версии хрома а потом эти я тоже хромом то не очень часто пользуюсь хотя пользуюсь я даже чаще пользуюсь вот не хромом а firefox там это можно тоже поставить и так далее это открытое программное обеспечение понимаете кто делал хром и какую информацию вас google будет собирать это же вопрос коллеги мы сейчас это давайте обсуждать файл фокс это открытый этот это посад при этом так ну коллеги вот это все что я хотел рассказать на нашей с вами сегодняшней встречи значит самое главное это вот тот самый курс введение в сетевую безопасность который у нас появится на который я всех вас приглашаю еще раз хочу сказать очень простой основные основополагающие понятия немножечко практики там тоже будет но всего восемь академических часов это значит либо два дня по 4 либо один день по 8 приходите и мы с вами тогда встретимся и поподробнее об обеспечении безопасности поговорим всем вам огромное спасибо за внимание есть какие то вопросы у вас ко мне да слушаю внимательно можно можно но это совершенно неправильно веб-сервер создает администратор какой-то конкретной компьютерной сети веб-сервер центра компьютерного обучения специалисты ввв специалисту вы куда приходите вы приходите на веб-сервер специалистов ну так разве админ специалистов этот веб-сервер настраивает на нем веб-сервер или ничего подобного в браузере соответственно уже есть встроенное программное обеспечение которое вот как мы с вами вручную это делаем подключает его конкретному веб-сервер браузере есть клиентская часть и где-то там у них вот есть у тех кто этот браузер пишет тот самый веб-сервер которым клиент браузера подключается вот как это я не знаю я живу в россии как там за рубежом это вопрос не ко мне вот у меня есть вопрос михаил михайлович как браузер понимает какое соединение использовать обычные или в п вот смотрите михаил михайлович для того чтобы я стал работать через браузер через в п я вот эту функцию должен включить вот я после того как установил этот плагин видите у меня появился здесь соответствующие вот ну там там земной шар нарисовывать это кнопочка давайте так скажу ссылочка виде графического такого объекта я работаю без vpn когда мне нужно vpn я его щелкаю и вот здесь я включаю а дальше посмотрите я еще могу и поговорить в какой стране он будет имитировать моё местонахождение ну наверно для кого-то имеет значение если если вы хотите каким-то я не знаю там заблокированным сетям заблокированным сайтам которые в штатах находятся подключаться вот эти вот региональные блокировки давайте мы себя штаты посеем штаты для штатов ничего не заблокировали а для россии заблокировали но для нидерландов они может быть тоже не заблокировали то есть здесь уже так знаете это может быть методом научного тыка вот у меня опять вопрос по смыслу на видео мы как вот озадачили то что это защищенный канал наши данные не защищают а в итоге получается что я могу проникнуть заблокированный сайт то есть как бы значит открыть ну заблокированный сайт это сайт которому не разрешено подключаться по каким-то конкретным соображением почему нельзя подключаться круг крут рейтера вот почему потому что это воровство это воровство и программного обеспечения и фильмов и так далее и так далее и так далее мы оттуда скачиваем контент платный и денег за него не платим это хорошо это безобразно труд тех людей которые делал все это должен быть должен оплачиваться это такой спорный философский вопрос естественно вас могут за это делать так не ходите вас же никто не заставляет не ходите и вообще вот это вот показательное выступление видео у трекера коллеги ну давайте отнесемся к этому соответственно мы сейчас все такие моралисты будем выступать что это плохо и так далее но то другое мы все равно этим пользуемся скажите мне кто не пользуется много людей пользуются а вот это уже ваша личная ответственность это ваша личная ответственность мы иногда даже представление не имеем за что нас могут где-то наказать и так далее давайте мы сейчас отключим функцию автоматического обновления операционной системы windows 10 есть такая функция попробуйте отключить нельзя отключить да но вот если все это отключаете вы тут же оказывается нарушаете лицензионные соглашения с майкрософтом майкрософт на вас подает суп и со всеми вытекающими отсюда последствия так что раз вы собираетесь эксплуатировать эту операционную систему значит требования которые вам выкатила майкрософт вы подписали что вы будете это соблюдать и там написано что вы не сможете отключать автоматическое обновление это одна из основных функций по благо придуманных по благо действительно а может это совсем простой вопрос для вас сейчас посмотрите Семен конечно вы можете сгенерировать вы можете скачать программное обеспечение которое позволит вам из вашего персонального компьютера работающего под управлением даже не серверная операционная система а клиентской windows 10 создать vpn сервер пожалуйста все это есть я вам говорил да что в серверной майкрософтовской операционной системе есть встроенный функционал присвоить ей роль vpn сервера и настроить его но вы можете пользоваться какими-то сторонними разработками пожалуйста устанавливаете такую программу и превращаете ваш компьютер в vpn сервер и будете подключаться к самому себе семен не знаю ответил на вопрос ну думаю ответил значит коллеги к сожалению время нашего семинара подошло к концу нам на него отведено было всего 45 минут и мы уже немножечко как бы это время это время но превысили поэтому давайте будем потихоньку заканчивать наш семинар всем вам успехов всем вам огромное спасибо что вы носили время воскресный вечер и посетили нас и я с вашего позволения заканчиваю трансляцию всем спасибо всего доброго до свидания спасибо 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 спасибо